Коллеги, ну что, будем начинать. Я всех приветствую. Я так понимаю, что у нас сегодня достаточно большое количество людей, достаточно большое количество регионов и даже стран. И фактически это такая первая серьезная конференция, которую мы проводим в онлайн-режиме. Поэтому, Александр правильно сказал, могут возникать какие-то технические накладки, но будем надеяться, что все будет в порядке. Это наша девятая конференция, которую мы всегда традиционно проводили в Новосибирске. И, честно говоря, когда встал вопрос о том, что ее не получится провести действительно в оффлайн-режиме, то, конечно, мы не могли остановиться и все-таки сделали ее в онлайн-режиме, чтобы не нарушать традицию. Ну а самое главное с тем, чтобы не нарушать вот тот деловой ритм, который обычно после первых месяцев набирает обороты и необходимо действительно заниматься уже продолжением и развитием. Итак, я назвал свою текущую презентацию о текущей ситуации в отрасли. Глобальные вызовы предстоящих 3-4 лет, 2020-2023 года, сумеем ли мы на них найти ответ на эти вызовы? Вы видите сейчас содержание этой презентации. Я сразу же хочу сказать, что, конечно, рассматривая текущую ситуацию, невозможно говорить только о текущей ситуации. Необходимо говорить о тех тенденциях, которые подвели, которые предшествовали сегодняшнему дню, которые сформировались на протяжении, допустим, прошедшего года или даже нескольких лет, а также необходимо смотреть на те формирующиеся тенденции, которые накладывает уже текущая среда. Вот если вы увидите сейчас первый и второй пункт, это рынок свинины в итоге 2019 года и глобальные вызовы. Эти все положения были сформированы в конце прошлого, в начале этого года, буквально января-февраля. И, соответственно, еще тема или проблема ковида, которую мы так коротко теперь все называем, она не отражалась. А вот третий пункт, это уже показывает, как вот этот новый фактор ковид-19 отражается на тех прогнозных тенденциях, которые мы делали в конце прошлого, в начале этого года, и какое дальнейшее влияние, по нашему, естественно, мнению, по нашим прогнозам это может оказать на ситуацию этого года. Итак, начнем следующий слайд. И я сразу же начну с главного, что главным вызовом как 20-го, так и предстоящих 2-3-х лет, это является реальный риск пересыщения рынка свинины в России. То есть я хочу, чтобы вы все это запомнили. Это действительно главный вызов. Все остальное это вызовы, связанные с этим вызовом. И поэтому мы, безусловно, будем к этому возвращаться. Я сразу же хочу сказать, что это не новость. Если вы посмотрите вот на этот слайд, то я показываю вот этим. Еще три года назад на годовом собрании мы уже тогда говорили о необходимости введения моратория на новые проекты в дополнительном товарном производстве свинины, осуществляемой господдержкой. Почему? Потому что уже тогда все наши прогнозы показывали, что мы стремительным темпом идем к тому, чтобы окончательно импортозаместить фактически в нашей отрасли мясо свинины и перейти к реальному насыщению как рынка, так и пересыщению, возможному пересыщению рынка, если не будут открыты другие каналы реализации. Поэтому этой теме это не новость. К ней готовились наиболее прогрессивные компании, готовились давно. Поэтому я просто еще раз хочу сказать, что это не является чем-то неожиданным. Итак, коротко, совсем коротко я прокомментирую итоги 2019 года. Почему? Потому что 2019 год – это особый год для свиноводца. И не только потому, что 2019 год – это год свиньи. Я буду акцентировать внимание, в чем же именно этот год был особенный. И сейчас на своих слайдах я вам постараюсь это показать. Итак, первое – это вы видите, что в прошлом году был очень высокий темп прироста свиньи. Более 7% в сельхозпредприятиях. Ну а если честно говорить, то в четвертом квартале он составил уже более 10. В январе даже 2020 года – 12. В январе готовился этот слайд. Уже 12%. То есть это очень высокий темп. Всего свинина добавила 5%, ну или почти 200 тысяч тонн в убойном весе. В сравнении, допустим, с другими видами мяса, здесь вы видите все свинины, птица, говядина, барань, ну основные наши мяса. Вы видите, что свинина – практически единственный вид мяса, по которому сохраняется прирост, причем прирост очень большой. Поэтому свинина – это практически единственный драйвер роста производства мяса вот за последние годы и 2019 год в том числе. По импорту свинины, по импорту, здесь представлены все виды мяса, вы видите, что свинина практически не изменилась, импорт свинины не изменился, чуть-чуть увеличился на 5%, ну примерно около 90 тысяч тонн, чуть меньше 100 тысяч тонн. Хочу сразу напомнить, что когда-то там 7-8 лет назад мы импортировали 1 250 000 тонн свинины. Сейчас вы видите только 90. Все остальные виды не слишком изменились, и поэтому в прошлый год по импорту не было каких-либо серьезных изменений. Более 600 тысяч тонн общий импорт мяса составил. А вот с экспортом уже здесь немножко другая картина. В 2019 году мы вырос экспорт свинины, составив порядка 108 тысяч тонн, то есть цифра сама по себе уже не маленькая, это рост на 28%. Причем очень важно, что почти на 76% вырос импорт мяса свинины. Всего импорт составил, экспорт точнее составил 336 тысяч тонн, это все мясо примерно на 583 миллиона долларов. А свинина из них составила примерно 175 миллионов долларов. Я на этих цифрах просто концентрирую внимание, почему? Потому что в конечном итоге кто-то считает в тонна, кто-то считает в миллионах, но и то, и то является безусловно огромным достижением, потому что еще, подчеркиваю, еще несколько лет назад мы имели нулевые цифры по экспорту, а сейчас становимся одной из стран, которая реально приступила к экспорту свинины. Как вы помните, всего в прошлом году была экспортирована продукция АПК примерно на 25 миллиардов, из них мясо составляет около 600 миллионов долларов. То есть пока вклад мяса еще не такой значительный, но безусловно это очень и очень прогрессивное направление, и в дальнейшем вы его увидите. В основном, основной рог экспорта по свинине в прошлом году обеспечили для свинины, это Беларусь была, для мяса птицы это был Китай и Саудовская Аравия. Это те основные драйверы роста, которые были в 2019 году, потому что это были растущие направления. В целом, да, кстати, это данные были представлены компанией Ernst Young. Вот на этом слайде представлены данные компании Института конъюнктуры аграрного рынка, и вы видите, что это общий рост экспорта продукции, мясной продукции, включая готовую, то есть колбасные изделия. За три года вы видите, практически в два раза увеличился экспорт и достиг почти более 400 тысяч тонн, или более 700 миллионов долларов в 2019 году. Ну и вот теперь я перехожу к одному из самых важных слайдов моей презентации, это самообеспеченность потребления свинины. И именно поясню, чем 2019 год был таким важным для свиноводца. К концу 2018 года вы увидите, что мы практически вышли на 100% самообеспеченность по мясу свинины. А в 2019 году, естественно, эта 100% самообеспеченность осталась, но более того, в 2019 году мы не только достигли 100% самообеспеченности, но и стали фактически нектоэкспортером свинины. То есть впервые в своей истории мы экспортировали, мы экспортировали там порядка 108 тысяч тонн, как я говорил, при импорте в 90 тысяч тонн. То есть это первый раз в своей истории мы продали на экспорт больше, чем завезли. Фактически страна стала неттоэкспортером, достигла 100% самообеспеченности. И все это в сравнении с 6-7-8 годами раньше, когда мы были импортером номер один или номер два в мире. Это, конечно, беспрецедентный шаг. И большинство международных экспертов мясного рынка это признают и называют это действительно беспрецедентным шагом. Поэтому в этом плане 2019 год – это такой рубежный год для свинноводца практически закончилась эра интенсивного роста. И мы переходим в совершенно другую стадию, стадию зрелости рынка, стадии того, когда приоритетами становятся не импортозамещения, а прежде всего, с одной стороны, это экспортоориентированная стратегия, а с другой стороны, продолжается дальнейшая борьба за эффективность. Но об этом я еще скажу. И первым признаком того, что мы достигли стопроцентной самообеспеченности, резко усиливается внутренняя конкуренция – это системное снижение оптовых цен. Здесь приведена оптовая цена на живых свиней. С НДС цены вы видите. Последние пять лет она системно снижается. И особенно резко начинается ускорение именно на рубеже 2018-2019 и уже теперь 2020 года. Здесь, видите, в прошлом году цена снизилась на 8% по отношению… это средняя цена за год по отношению к 2018 году. В этом году, в 2020 году мы прогнозируем минимум еще на 10% снижение цен. То есть это вот такая новая реальность. Как результат снижения цен, мы… это, конечно, безусловно, положительным фактом является. Положительным фактом, прежде всего, для наших потребителей – это снижение оптовых цен приводит к немедленному росту потребления по 2019 году. Как я говорил, цены снизились на 8%. Это тут же привело почти на 5% к росту потребления свинины. В цифрах я прошу запомнить вот эту цифру. Это 170, там порядка более 170 тысяч тонн. Только за один год у нас выросло потребление свинины. Вы помните, что я вначале говорил, что мы выросли… прирост производства был около 200 тысяч тонн. Из них почти 170 тысяч тонн пошло именно на рост потребления. По другим продукциям, вы видите, по другим видам мяса, вы видите, особого роста потребления нет. Даже по говядине и по баранине снижение птица находилась примерно на одном и том же уровне. Ну и подводя еще итоги 2019 года, я хотел продемонстрировать тот новый рейтинг топ-20, который мы ежегодно проводим. Здесь нет особо больших изменений, я прокомментирую главные. Доля топ-20 продолжает увеличиваться. За этот год она увеличилась на 3% с 65% до 68%, примерно на 330 тысяч тонн в живом весе увеличилась производство в топ-20. И мы можем констатировать, что на сегодня практически весь прирост производства осуществляется примерно вот в этих топ-20 компаниях. Говорить о том, что этот рынок слишком монополизирован, сегодня никак пока не приходится. Дело в том, что доля топ-3 компаний сегодня не превышает 23%. И, как я сказал, мы только вступаем в стадию зрелости рынка, но на зрелых рынках, как правило, доля топ-3, это в странах с развитым местным рынком, достигает 50%. Поэтому нам еще предстоит консолидация в ближайшие годы. А сейчас говорить о том, что рынок каким-либо образом монополизирован, пока не приходится. На этом слайде вы видите данные американского министерства сельского хозяйства, данные за последние годы по их производству, рассчитанные по методикам. Вы видите, что Россия уверенно входит в топ-5 мировых производителей свинины с цифрой 3,240. По нашим данным, мы производим, мы, думаю, проявили почти миллион. Всего практически сравнялись с Бразилией. Могут немножко различаться методологии. И это главное достижение, которое мы достигли за последние 10 лет. Россия уверенно вошла в мировую, можно сказать, элиту производителей свинины. Безусловно, это не какое-то там бахвальство или там... Это речь идет о другом. Речь идет о том, что мы пришли, стали серьезными игроками и должны нести ответственность за то, чтобы ими оставаться. Ответственность – это прежде всего повышение эффективности, повышение конкурентоспособности и выдерживать все то давление мощного международного теперь уже бизнеса, число которого мы включились. То есть это очень и очень серьезная ответственность, очень серьезная задача. Будем надеяться, да, я, собственно, и уверен, что мы будем с ней справляться. Ну и заканчивая об итогах 2019 года, вот это основные прогнозные тенденции на 2020 год, которые были сформированы к концу 2019, начала 2020 года, без, подчеркиваю, еще до влияния COVID-19. Еще тогда мы, естественно, не могли еще даже представить. Но уже было понятно следующее, что в 2020 году прирост производства продолжится и даже увеличится. Если в прошлом году он был 5%, то в этом году мы считаем, он будет 7-8, но уже очевидно, что не менее 8%. Примерно 260-270 тысяч тонн в убойном весе будут снова добавлены на рынок. С 1 января у нас отменяются, были отменены квоты на свинину и введена единая пошлина 25%. То есть фактически у нас увеличился пошлина на свинину с ноля внутри квот теперь уже до 25%. Это в соответствии с теми условиями, которые мы когда-то подписали в ВТО, мы получили это право и мы его реализовали. Поэтому мы считали, что импорт как минимум в два раза уменьшится. Ну так, около 100 тысяч тонн был импорт, поэтому примерно на два раза мы считаем, что уменьшится. Я говорю считали, потому что ковид внес некоторые коррективы. Экспорт, как я и говорил, у нас в 2019 году увеличился там на 28%, мы считали, что еще на 15-20%, то есть мы поднимемся где-то до уровня порядка 120 тысяч тонн. Если, конечно, не откроется Китай. Здесь видите вопросы, потому что это наша постоянная тема и мы все время вставим этот под вопрос, что нам нужен этот рынок. Как результат всего того, о чем я сказал выше, то есть прежде всего это огромный рост производства, это достижение на фоне достижения самообеспеченности, это безусловная уверенность в том, что в 2020 году оптовые цены, средние годовые, я подчеркиваю, будут продолжать снижаться. И примерно на 8-10% мы считаем, что цены в 2020 году будут снижены, то есть цены в среднем должны составить порядка 90 рублей за килограмм с НДС на живой вес, ну или примерно 135 за с НДС, подчеркиваю. Это на полутушку. Таким образом, вот так мы закончили 2019 год. Но точно так же мы к концу 2019 года мы подвели все основные итоги бизнес-планов наших компаний, которые были сформированы на основании тех тенденций, которые сформировались за предыдущие годы. И я вернусь к своему практически одному из первых слайдов, когда мы говорили о том, что необходимо приостановить строительство новых товарных комплексов, то есть фактически прекратить выдачу новых кредитов с господдержкой на новые товарные комплексы. Действительно, в 2019 году это решение было принято и с 2019 года строительство новых товарных комплексов с господдержкой практически прекращено. Последние льготные кредиты были выданы в конце 2018 года. И именно на основании вот этих данных мы и провели тот мониторинг планов, которые предстоят предстоящие 3-4 года. Вот на этом слайде вы увидите те главные глобальные вызовы, которые мы видим для 2020-2023 года. Первое, как я уже сказал, и самое главное, это риск пересыщения отечественного рынка свинин. Понятно почему, потому что мы достигли самообеспеченности, но тем не менее наши компании в основном из списка топ-20 продолжают наращивать производство, имея свои перспективы, причем имея свои фактически готовые проекты, обеспеченные кредитами, которые были выданы в конце 2018 года. Поэтому, коротко константиваю, времена предстоят непростые. Второе, конечно, глобальный вызов – это открытие рынка Китая и других стран Юго-Восточной Азии. Почему? Потому что это главное направление сегодня мирового экспорта свинины, тем более стимулированное тем, что пробовали лемами с африканской чумой свиней в этом регионе. И поэтому это для нас один из главных вызовов – воспользоваться той ситуацией, которая сейчас сложилась на рынках Юго-Восточной Азии. Третий серьезнейший вызов, который мы осуществляем, это дело в том, что у нас продолжается спор с Евросоюзом в рамках ВТО относительно возможного открытия экспорта жилых товарных свиней, шпига и субпродуктов из стран ЕС. Мы продолжаем этим заниматься, идут разбирательства, но мы рассматриваем это как серьезный вызов. Четвертый – это усиление консолидации продуктового сетевого ритейла. Наверное, все ощутили силу и власть, рыночную власть сетей и понимают, что с каждым днем это все больше и больше одновременно, конечно, и проблема, но и возможность для развития на внутреннем рынке. Ну и, как я уже сказал, начиная с 2019 года господдержка свиноводства снижается по разным направлениям. Государство считает, что уже достаточно много сделано для развития, и на этапе созревания рынка господдержка требуется в меньших объемах. Это факт, который мы вынуждены признать, и тем не менее это является очередным вызовом. Ну и еще один ключевой слайд, на который я прошу всех обратить внимание, это прогноз на 20, 21, 22, 23 год с точки зрения прироста производства. И прежде всего я прошу обратить внимание на производство в топ-20, потому что именно, как я сказал, топ-20 будут только прирастать. И вот здесь самый главный вызов, который можно наблюдать. В 20, 21, 22 году топ-20 добавят на рынок более 400 тысяч тонн ежегодно. Это самый главный вызов, причем это практически, ну там, если не 100, то близко к 90% гарантия того, что эти проекты осуществятся, поскольку это живые проекты, они практически уже находятся в разной степени реализации, на них они обеспечены кредитами, и безусловно, что эти мощности будут добавлены. Всего за 4 года 1,4 млн тонн в живом весе, примерно равномерно распределенные, ну во всяком случае по 3 ближайшим годам, будут добавлены на рынок. При этом остальные компании, по нашим прогнозам, примерно 250 тысяч тонн в живом весе, практически снизят или снизят объемы производства, или просто-напросто прекратят существование. Поэтому всего-навсего увеличат, примерно не на 1,4 млн, общее увеличение будет, а на 1,15 млн. Ну, еще раз акцентирую главное. За ближайшие 4 года, включая 2020 год, производство в 120 увеличится почти наполовину. И это тот факт, который все инвесторы, все участники рынка вынуждены принять. Вы мне можете задать справедливый вопрос, а почему или зачем при 100% самообеспеченности, которая была еще в 2018, ну и окончательно была сформирована в 2019 году, эти дополнительные объемы. Ну, во-первых, мы занимаемся реальным бизнесом, где нет приказов, где нет только экономической целесообразности. Поэтому компании, когда принимали решение о дополнительных инвестициях, они, безусловно, руководствовались тем, что с их точки зрения это и есть экономическая целесообразность. И я готов подтвердить, что большая доля логики у них есть. Я сказал, что 1 400 000 тонн добавятся в предстоящие 4 года. 1 400 000 тонн в живом весе – это примерно около чуть больше миллиона в убойном весе. Вот как, по нашему мнению, распределятся эти ближайшие 4 года этот дополнительный миллион тонн мяса, который в живом, ну, теперь уже в убойном, который будет. Факт один – цены будут низкими. Однозначно, что цены у нас в 2019 году уже были самые низкие цены за последние 5 лет, я там демонстрировал вам слайд. И однозначно, что здесь теперь высоких цен не будет. И именно вот этот фактор окажет влияние на распределение дополнительных объемов по вот этим каналам. Ну, прежде всего, это 300 000 тонн, мы считаем, добавится в потребление. Ежегодный рост потребления, мы примерно считаем, будет около полутора процентов. И поскольку при снижающихся ценах потребление будет расти даже в отсутствии роста дохода населения. То есть это прекрасно продемонстрировал 2019 год, когда, как я просил вас запомнить эту цифру, у нас потребление только за один 2019 год выросло на 173, ну, по-моему, что 170 тысяч тонн, то есть половина. Поэтому мы практически уверены, что в ближайшие 4 года потребление вырастет на те же 300 тысяч тонн, может быть, даже и больше. Мы пишем, что вероятность этого высокая. Второй канал – это снижение производства или падение производства в старых и обанкротившихся комплексах, которые составляют на сегодня, ну, это примерно 5-7%. Это будет примерно 200 тысяч тонн в убойном весе. Это будет не сразу, не в один год. Но мы думаем, что уже к концу 2019 года, к концу 2020 года мы увидим четкие тенденции. Уже первые сигналы этого мы уже получаем. Еще 150 тысяч тонн – это будет покрыто за счет падения производства в секторе ЛПХ, который идет целенаправленно, системно на протяжении уже последних 10 лет. И мы думаем, что эта тенденция продолжится. Примерно 50 тысяч тонн из тех 90, которые сегодня были, ну, около 100 были в 2019 году, снизится импорт. Поэтому примерно еще 50 тысяч тонн, мы считаем, будет покрыто отсюда. Ну и, конечно, основной – это рост экспорта, который на 350 тысяч тонн. Практически вот этой логикой руководствовались те компании, которые принимали решение о строительстве новых комплексов при условии, что они считают, что сделанные ими инвестиции будут одними из самых эффективных, и поэтому они смогут и при низких ценах иметь все-таки определенную маржинальность, они смогут выдавить с рынка слабых и неэффективных, они смогут выдавить импорт и смогут быть конкурентоспособными на внешних рынках. Вот такова логика. Мы подобные расчеты делали и во все предыдущие 10 лет, и, как правило, вероятность их осуществления была достаточно высокой. На этом слайде я хотел бы отметить три главные новых базовых условия, которые сформировались к концу 2019 года и которые будут превалирующими на предстоящие вот эти 3-4 года. Первое. Как я уже сказал, что в связи со достижением стопроцентной самообеспеченности в 2018-2019 году и продолжающимся росте отечественного производства будет резкий рост внутренней конкуренции, и, как следствие, цены на свиней будут продолжать снижаться. Мы пишем здесь, как минимум не расти в условиях инфляции, но вы видите, что инфляция сегодня практически стремится к минимальным значениям, но это значит, что цены будут снижаться. Это первое базовое условие, которого не было на протяжении предыдущих 5 лет. Второе базовое условие, которое также окончательно оформилось в течение 2019 года, это, если коротко сказать, что дешевого зерна больше не будет. Дешевого зерна меньше, чем 10 тысяч рублей без НДС за тонну сегодня больше не будет. Какого бы огромный урожай, дай бог, мы не получили. Почему? Потому что структура нашего экспорта, инфраструктура, которая создана, она, безусловно, уберет с рынка любые дополнительные объемы, и медвежьего давления на цены мы больше таких условий не видим, чего были предстоящие 3-4 года назад. В связи с первыми вот этими двумя факторами и, конечно же, нашим выходом на внешние рынки, а я говорил о том, что мы уже продаем больше 100 тысяч тонн на внешние рынки, мы выходим на рынки, в том числе Юго-Восточной Азии, мы вступаем в прямую конкуренцию со всеми внешними грандами, такими как США, Бразилия, Канада, Европейский Союз, не только на своем внутреннем рынке, как это было раньше, но внутренний рынок мы могли хотя бы как-то защищать. А теперь нам нужно конкурировать на внешних рынках, где зачастую у нас условия даже хуже, чем у наших конкурентов. И поэтому все это говорит о том, что мы, совокупность всех вот этих трех факторов говорит, что нам сегодня необходим практически для всех, для собственников, для менеджеров, для каждой компании, необходим такой новый дополнительный импульс по повышению эффективности и конкурентоспособности отрасли. Всеми имеющимся методами. Здесь нет одного пути. Если раньше можно было, не знаю, заменить генетику или улучшить структуру питания или еще что-то, то сегодня, как правило, все эти моменты уже использованы. Необходимо в каждом из них теперь уже бороться за каждый процент повышения эффективности. Итак, как вы видели из предыдущего материала, мы практически до 2024 года, у нас гарантирован прирост, самообеспеченность достигна стопроцентно, экспорт растет. То есть встает вопрос, будем ли мы конкурентоспособны вот в этой новой ценовой реальности, о которой я сказал. Почему? Потому что я, кстати, достаточно часто говорил о том, что время снижения цен перейдет, и все время случались какие-то факторы, которые отодвигали этот период. Так случилось в 2018 году, мы уже тогда предсказывали, но тогда была закрыта Бразилия и импорт из Бразилии, и это отодвинуло на 2019. Но сейчас практически нет никаких факторов, которые бы еще дальше передвигали. Поэтому снижение цен будет продовольным. Поэтому встает вопрос, будем ли мы конкурентны, достаточно ли эффективно используем современный генетический прогресс. Ну и, как я всегда говорю, преодолеем ли мы эффект головокружения от успехов, который у нас сформировался в предыдущие годы. Это хороший, в общем-то, такой эффект, который действительно все, кто не приходили в этот бизнес, работали добросовестно, профессионально, они все имели успех. Занимались, собственно говоря, всем, начиная от растеневодства и заканчивая до глубокой переработки, и везде сопутствовал успех. Сейчас начинается такая структурная модернизация, когда в каждом сегменте необходимо добиваться наивысшей производительности, наивысшей эффективности. И каждый должен теперь найти этот ответ для себя, сможем ли мы быть здесь эффективными. По нашей оценке, вот как выглядит то, насколько компании смогут быть эффективны. На сегодняшний день примерно около 350 компаний, как юридические лица, занимаются свиноводством. Из них топ-50 – это наиболее профессиональные компании, это компании, которые действительно для них свиноводство является основным бизнесом, они производят примерно 85% всей продукции. Мы считаем, что степень финансового риска для них в предстоящие 2-5 лет достаточно низкая. Мы считаем, что все они сохранят свое производство. Не факт, что там сохранятся структуры собственности, они могут измениться в ближайшие 2-5 лет, но тем не менее, аргумент не сохраняется. Еще около 100 компаний. Это средние, да, кстати, это все компании, которые производят 10 тысяч тонн в год и выше. Еще около 100 компаний производят от 3 до 10 тысяч тонн и они занимают примерно 10% рынка. У них степень вот этого финансового риска достаточно средняя. Мы считаем, что примерно 75% из них смогут сохраниться, но примерно 100 тысяч тонн однозначно тоже уйдут с рынка. Ну и еще 200 компаний – это мелкие, это вообще от 50 до 3 тысяч тонн, они производят в общей сумме около 5%. Степень вероятности их исчезновения достаточно высокая. Мы считаем, что из 200 тысяч тонн, это примерно 150 тысяч тонн просто исчезнут с рынка. Всего мы в ближайшие 2-3-4 года, мы считаем примерно 250 тысяч тонн в живом весе, считая в живом весе, уйдут с рынка, причем не перейдут к кому-то, а именно исчезнут. Почему? Потому что это, как правило, старое, неэффективное, немодернизированное производство. Именно по 250 тысяч тонн, например, на 200 тысяч тонн в убойном весе. И помните тот слайд, который я вам показывал, о том, что именно на замещение вот этих неэффективных предприятий рассчитывают собственники эффективных компаний, которые на сегодняшний день увеличат свои объемы на рынок. Главный вывод текущего момента. Рынок насыщен, что дальше? У нас остается один серьезный путь, это освоение рынков Юго-Восточной Азии как экспортных рынков. Причем это необходимо нам как для того, чтобы улучшить условия на внутреннем рынке, так и, собственно говоря, это стратегически оправданно. Почему? Потому что на сегодняшний день эти рынки действительно представляют такой сладкий кусок пирога для всех мировых производителей свинины, рынки Юго-Восточной Азии. Я представляю бизнесы, поэтому не особо люблю говорить о всевозможных указах, приказах и так далее, и так далее. Но, тем не менее, не могу не привести еще раз указ президента от двухгодичной давности, от 2018 года, который был связан именно с развитием экспорта, постановкой задачи выйти на уровень 45 миллиардов в год к 2024 году. Для нас в чем особое важное? Для нас важность в том, что это сигнал чиновникам о том, что это ставится задача как для государства. Приветствую. Я на месте, но я на конференции, онлайн-конференции. Именно здесь есть вот эта стратегическая синергия усилий бизнеса и государства. Если там еще два года назад выход на рынки, внешние рынки, это, собственно говоря, было дело только бизнеса, и мы просили государства помочь, просили чиновников помочь, то сейчас перед чиновниками вот этим указом поставлены конкретные задачи, и поэтому нам сейчас даже не надо просить. Мы сейчас ищем, как пути соединить наше сотрудничество, и это действительно сходится, эти задачи сходятся. Перед нами стоит задача 4-5-кратного роста объема экспорта в ближайшие 6 лет, и это реальная возможность, я это дальше покажу. Ну и еще на прошлом годовом собрании мы говорили, что войти в топ-5 мировых экспортеров свинины – это главный стратегический вызов для области. Мы уже в топ-5 мировых производителей свинины, и, безусловно, у нас есть все шансы войти в топ-5. Бизнес не может не развиваться, не может не ставить перед собой цели, и это одна из наших главных целей. Дальше не буду слишком много говорить об экспорте, очень много мы уже об этом говорили, но вы видите, вот наше главное направление. Безусловно, это Китай, безусловно, это Вьетнам, Гонконг, Таиланд, Филиппины. Ну, безусловно, интересные рынки Японии, Южной Кореи, но очень непростые рынки. Вы видите, что если вообще брать мировой экспорт свинины, то более 60%, это еще по итогам 2019 года, бы приходилось на страны, в общем-то, Юго-Восточной Азии, и поэтому, ну, на вот те главные страны. И поэтому, даже если бы мы завоевали из этих 61%, ну, буквально 5-6%, это обеспечило нам объем примерно 300 тысяч тонн импорта. Мы уже цифры 100 тысяч тонн достигли. Если мы достигнем цифры 300 тысяч тонн, то мы как раз войдем вот в ту пятерку мировых экспортеров. Не буду опять много говорить про рынки Юго-Восточной Азии, коротко про один только рынок Китая. В 2019 году более 3 миллионов импортировали, это практически в два раза больше, чем еще там в 2018 году. В этом году, в 2020 году, эта цифра будет 4,5, может быть, даже 5 миллионов, это вообще больше, чем производство даже у нас. Но и в ближайшие 5 лет ожидается, что Китай будет более 3 миллионов импортировать свинины, ну, в связи с огромными проблемами по африканской чуме. Нет времени сейчас на этом подробно останавливаться. Вы видите ценовую картину. И в Китае, и во Вьетнаме, в связи с резким сокращением производства, там очень интересные цены. И, безусловно, не только объемы, но и цены представляют огромный интерес. Коротко относительно того, что сейчас предпринимается. Год назад был создан при Министерстве Северного Азии, пустотно-оперативный штат по экспорту, который именно занимается в основном рынками Юго-Восточной Азии. Это рынками Китая, Японии, Кореи и, добавлено, Вьетнам. Замминистра Уайда Максимович его возглавляет. Каждый месяц проходит оперативное заседание, где мы рассматриваем все оперативные вопросы. Я бы хотел привести одно из главных достижений, за которое я хотел бы поблагодарить и Минсельхоз, и Россельхознадзор, и бизнес, который занимался всеми этими вопросами. Мы открыли в конце прошлого года, был открыт Вьетнам. В 19-м году, но это мы раньше еще показывали, был открыт Гонконг официально. Поэтому в 19-м году фактически две страны Юго-Восточной Азии, два крупнейших рынка Юго-Восточной Азии, в общем-то, стали для нас открыты. И это говорит о том, что эти страны признали нашу регионализацию по африканской чуме свиней. И это дает нам надежду на то, что и другие рынки могут быть открыты. Так же, как я приводил по экспорту, по производству свинины данные Министерства сельскохозяйства США, так же данные по экспорту. И действительно, Россия, ну здесь их методика, я говорил, что мы там 108 тысяч тонн, по их методике там это 60 тысяч тонн, но тем не менее Россия уже входит в топ-10 мировых экспортеров свинины. И вы видите, что если я говорю, что мы выйдем на цифры там порядка 300 тысяч тонн, то мы можем и должны переместиться на более высокие позиции. А значит, еще раз говорю, не ради достижения, а ради бизнеса, ради того, чтобы получать ту цель, которую ставит перед собой бизнес. Второе, такое еще признание, это, ну я давал интервью журналу «Формак», это французский отраслевой журнал, и там они также признают, что Россия становится из мирового импортера свинины, фактически выходит на рубежи экспорта и готовится войти в число, ну, одних из лидеров мирового экспорта свинины, ну, может быть, это пока еще слишком большая такая надежда, но тем не менее, как я сказал, задачу по топ-5 мы себе ставим. Вот наши прогнозы, которые были сделаны еще в 2018 году по экспорту свинины. В 2018 году мы видите 70 тысяч тонн, в 2018 – 85, в 2019 году уже 108 тысяч тонн, ну и дальше вот до 270-300 тысяч тонн – это наш план. Посмотрим, как он будет выполняться. Пока вот три года это все выполнено, по 2020 году будем смотреть. Я говорил о том, что по указу президента примерно 45 тысяч тонн, 45 миллиардов долларов надо иметь в 2024 году. На сегодняшний день, ну, на сегодняшний 2019 год, это чуть более 25 и около 600 – это мясо. Вы видите, что практически нужно дойти до 2 миллиардов. Это те задачи, которые стоят сегодня и перед государством в лице чиновников, и перед бизнесом. Когда я говорю задачи, я еще раз говорю, у каждого своя задача, но в этом есть огромная синеприя. Поэтому здесь нужно действовать очень и очень быстро. Почему? Потому что это все, перейти вот из этого положения в это, это можно, но это очень и очень непросто, поскольку происходит в условиях жесточайшей конференции. Ну и вот теперь я подхожу к последнему разделу своего доклада. Это, собственно говоря, итоги трех, теперь уже даже четырех месяцев. И, безусловно, на них уже оказывает новый фактор – это COVID-19. Ну, и так, 3 января-март – это первый квартал официальной данной, которая есть. Как вы видите, что огромный прирост в сельхозпредприятиях продолжается – плюс 13%. Если в прошлом году было плюс 7% по году, то здесь уже плюс 13%. В марте, конкретно к марту, это вообще плюс 17%. То есть это полностью подтверждает наши прогнозы относительно огромных темпов прироста в этом году. Ну, в общем, вы видите, за первый квартал прирост 11,3%. Понимая, что у нас на сегодня находятся все регионы, я хотел бы обратить внимание, что этот прирост, в общем-то, распределен достаточно, ну, не очень равномерно. Но прежде всего, это центральный, южный и приволжский круга. Здесь наиболее напряженная ситуация на рынке. Но в Уральском, в Сибирском, в Дальневосточном, вы видите, прироста практически нет. И поэтому там сегодня гораздо менее напряжения на рынке, которое происходит вот в эти, ну, буквально в сегодняшней ситуации четырех месяцев. Также вы видите, что свинина по-прежнему остается основным и главным драйвером общего прироста мяса, потому что все остальные позиции птица, говядина, баральна практически, ну, около ноля. И только свинина добавляет 11%. Именно поэтому я сказал, что это особое время сейчас для свинин. По импорту, и здесь свинина является, скажем так, таким особым сегментом. Почему? Потому что свинина, импорт свинины за первые три месяца практически обнулился. Вы видите, более чем на 90% упало. Это связано с тем, что, как мы, я уже говорил, ввели 25-процентную пошлю с абсолютными условиями, которые нам позволило сделать это ВТО. И второе – это, ну, девальвация, которая произошла в начале марта и фактически обнулила. То есть это, фактически это убрало с рынка примерно 28 тысяч тонн блочного мяса свинины. То есть это даже лучше нашего прогноза, чем мы ожидали. Да, кстати говоря, другие виды мяса. Вы видите, что практически импорт птицы немножко добавил, импорт говядины. Немножко убавил, но все это не сопоставимо с тем общим количеством, которое осуществляет свинина. Экспорт мяса. Вот здесь тоже свинина находится на особым счету. Почему? Потому что экспорт свинины вырос практически на 60%. Мы только за первый квартал продали более 35 тысяч тонн. Ну, вот уже вы решили данные и по четырем месяцам. За январь-апрель мы продали более 50 тысяч тонн. То есть прирост более даже 66%. Особенно впечатляет рост именно мяса свинины. Два раза практически вырос. Ну и, конечно, радует рост экспорта птицы, которые сегодня, в 2019 году полностью освоили все нюансы китайского рынка и продолжают уверенно расти. Нам вот этот рост обеспечивают в том числе открытые в прошлом году Китай и Вьетнам. Ну, вот здесь как бы видно, что за первый квартал вот основные страны, куда была продавалась продукция свиноводства. И мы надеемся, что эти рынки продолжат оставаться для нас основными. К сожалению, здесь пока нет Китая. И поэтому на это мы очень сильно надеемся. Я специально подчеркивал и говорил о Вьетнаме, о том, что он открыт в конце прошлого года. И хочу сказать, что на сегодня, безусловно, это очень и очень для нас потенциально интересный рынок. Когда-то он не был таким уж большим с точки зрения объемов, туда импортировалось порядка 60-70 тысяч тонн свиней. Но после того, когда в 2019 году во Вьетнаме появилась африканская чума свиней, соответственно, более 6 миллионов поголовья пришлось сократить, то на сегодняшний день это один из самых быстро растущих рынков по импорту. Только за 4 месяца импорт Китая в Вьетнаме увеличился на 300%. И, соответственно, это огромные цифры. И мы поэтому, безусловно, успели, войдя на этот рынок, мы успели попробовать получить свою долю. Сегодня основные поставщики, естественно, это самые главные наши конкуренты. Канада, Польша, Бразилия, США, Испания. Вот Россия, как мы уже сказали, наконец-то после 10 лет запрета отправила первую партию, но уже не только первую партию. Сейчас вы видите, что 788 предприятий из 19 стран имеют экспортировать. Конечно, больше всего американских компаний, испанских, итальянских. Но России открыто на сегодняшний день уже 10 предприятий и еще 10 компаний находятся в стадии аттестации. Я хотел бы отдельно поблагодарить Россельхознадзор за ту работу, которую они делают по открытию. Это очень непросто, учитывая то, что на нас смотрят через лупу. И поэтому даже вот эти 10 предприятий уже обеспечат те объемы, о которых я говорил. Я надеюсь, что в ближайшее время мы откроем еще примерно столько же предприятий. Тогда мы уже можем полностью участвовать в этом рынке. Вот здесь вы увидите помесячную динамику, вы увидите, что она растет, общая динамика, с января к апрелю растет. Растет доля стран Юго-Восточной Азии. Если в начале года она была 45%, ну, около половины, то сейчас уже почти две трети это занимает страны Юго-Восточной Азии. Ну и говоря, подводя итоги вот этого текущих месяцев, я хотел бы привести только один график по средним ценам. Вот это красное, это средние цены на живых свиней этого года. И вы увидите, что в сравнении это прошлый год за 4 месяца, это этот год за, ну, даже за 20 недель, даже больше за 4 месяца, за 4,5 месяца. Как мы предполагали, как мы и прогнозировали, средняя цена ниже вот здесь на 12%. Там на полутушек где-то на 13%, на кусок на 14%. То есть мы, это еще раз говорит о том, что все это соответствует нашим прогнозам. И COVID-19 здесь не меняет существенным образом, он какие-то тенденции усилиет, но, собственно говоря, пока он ничего серьезно не меняет. Снижение цен на, как я уже сказал, снижение оптовых цен за первый квартал было 10%, за 4,5 месяца уже 12%, но было 10%, тут же привело к увеличению, как я и прогнозировал, на 6% потребления. На 60 тысяч тонн увеличилось потребление. То есть это еще раз говорит о том, что снижение цен – это значит рост потребления. Главное, казалось невероятным, но это действительно, мы наблюдаем рост потребления свинины, при том, что нет никаких ростов дохода населения, а начиная с марта доходы населения начали падать. Но, тем не менее, это так. Вот главные драйверы роста потребления свинины в первом квартале. Я подчеркиваю, что был рост потребления только свинины, все остальные виды мяса оставались в негативе. Это, конечно, то, что у нас первый серьезнейший драйвер – это снижение цен. Второй серьезнейший драйвер – это то, что, несмотря на наш главный конкурент в целом плане, это птица в первом квартале. Не было еще снижения резкого цен на птицу, и поэтому спрос мигрировал в сторону дешевеющей свинины. Сейчас уже птица подешевела, ну, примерно на 15%, и, соответственно, эта миграция прекратилась. Говядина по-прежнему абсолютно импортозависима, порядка 20% импортирует говядину, и, соответственно, при девальвации она тут же произошло ее увеличение, и это еще больше способствует перетоку спорока на свиньи. Ну, в такой же ситуации абсолютно валютной зависимости находится рынок рыбы. Это связано не с тем, что мы там мало производим, но это связано с тем, что мы много экспортируем. И, соответственно, как только идет девальвация, то рыба становится менее конкурентоспособной на фоне дешевеющей свинины. Ну, и еще важным фактором за первый квартал, даже за четыре месяца, это, конечно, все мероприятия по ковиду привели к остановке предприятий Хорики, практически полных. Традиционно в этом рынке преобладает рынок свинины, рынок говядины и, прежде всего, птицы, рынок свинины там представлен, ну, и поэтому и пострадало меньше. Какие мы видим прогнозные тенденции в связи с распространением вируса на ковид? То, что касается производства, мы не ожидаем здесь какого-либо изменения. Производство будет минимум 300 тысяч тонн в угодном весе плюсом. Вполне возможно, что в отдельных регионах может вырасти производство в секторе ФЛПХ, как правило, это происходит на фоне экономических кризисов. Но будем смотреть. Второе, это, конечно, то, что добавил этот ковид, это девальвация и, соответственно, в совокупности 20% пошлины, это практически обнуление импорта. Мы думаем, что 2020 год будет первым годом в нашей истории за последние 30 лет, когда импорт свинины будет практически близок к нулю. То есть, фактически, это первый вид мяса, где мы практически отказались от импорта. Ну, от импорта. То, что мы можем достичь вот этой цифры, примерно 150 тысяч тонн, примерно вырасти на 35-40 тысяч тонн. Цена. Мы не ожидаем никаких улучшений по снижению цены. Минимум 10% в случае негативного сценария. Негативного сценария я имею в виду прежде всего, если в недостаточной степени сработают меры по оказанию поддержки экономики населению. Пока сложно делать эти выводы. Будем ожидать июнем, июлем реальных уже результатов. Но если будет более негативно, эти цифры могут достичь и 15%. В связи со снижением цен, однозначно будет рост потребления. Мы оценим ее на уровне до 200 тысяч тонн. Ну, конечно, очень важно, чтобы эта трансляция вот этого снижения в оптовом сегменте дошла до конечного. И здесь, конечно, большая надежда на розницу, на вашу работу с розницей. Ну, и как результат всех вот этих прогнозов мы ожидаем, прежде всего, со снижением цен и, конечно же, ростом себестоимости на фоне девальвационных процессов, на фоне стоимости валютозависимых компонентов, с одной стороны. А с другой стороны, роста цен на зерно, которое произошло в марте и апреле из-за роста экспорта. Это, конечно же, резко усилит наше финансо-экономическое положение. Вот на этом слайде, на одном из заключений, вы видите, это цена на живых свиней, это производственная себестоимость. И вы видите, что если в предыдущие годы все предприятия, это тело кредита, это проценты за кредит, это производственная себестоимость. Вы видите, что вот если в предыдущие годы, еще в 18-м, в любой ситуации все, кто имеет кредиты, не имеет, старые, не модернизированные кредиты, все чувствовали себя неплохо. В 19-м году эта ситуация начала резко осложняться. И по итогам 20-го года мы видим, что ситуация будет вообще очень и очень сложной. То есть практически только предприятия, которые выплатили все кредиты, будут иметь положительный финансовый результат, поскольку у них еще остается вот здесь маржа. Неэффективные предприятия уйдут в абсолютно отрицательную зону, а предприятия, которые еще не выплатили кредиты, им будет очень и очень сложно работать с возвратом кредитов. А таких предприятий у нас по объемам примерно около 40%. Мы тесно работаем с правительством, с сельхозом по относительно ситуации и по нашим предложениям, которые можно оказать государству, помощи, которые может оказать государство в текущей ситуации. Конечно, мы понимаем, что это не просто ситуация, усложнившаяся для свиноводства или даже для сектора АПК, она усложнилась для всей экономики. Поэтому мы говорим о реалистичных вещах, которые мы ждем от государства. Мы сформулируем предложение относительно необходимости увеличения, прежде всего это поддержание оборотных средств, увеличение лимита для свиноводства для и всего сектора АПК на лимит на одного заемщика по краткосрочным кредитам льготным 600 до 1,2 млрд. Ну и также о пролонгации этих кредитов до 1 года. В принципе, позиция Минсельхоза, которая обсуждалась на недавнем совещании, эти предложения обсуждались, позиция была поддержана и я надеюсь, что она будет реализована. Второе для свиноводства – это возврат ранее отмененных, ранее льготных кредитов на закупку серна для комбикормовых производств и на закупку живых свиней для убойных предприятий. В принципе, эти позиции тоже были поддержаны и будем надеяться, что они реализуются. Еще одно наше предложение совместно с другими союзами – это установить пониженные ставки страховых взносов с 30 до 15% для предприятий, имеющих статус сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ну как это сделали для малых и средних. Ну и направление сэкономленных средств на выкладку зарплаты сотрудников. Могу сказать, что это предложение в принципе заинтересовало, оно сейчас проходит оценку, обсуждение. Ну и, конечно же, я бы мог вынести особым вот здесь еще нашим предложением, это, конечно же, инициировать и придать еще раз дополнительный импульс переговорам с китайской стороной по открытию китайского рынка. Вот то, что в такой краткосрочной и даже среднесрочной перспективе мы ждем от государства. Я очень надеюсь, что так и будет. Наверное, вы слышали, что какое-то ближайшее время ожидается совещание по вопросам сельского хозяйства под руководством президента. Я очень надеюсь, что это действительно состоится в ближайшее время. И, насколько мы знаем, вот те вопросы, о которых я сказал, во всяком случае, главные из них будут вынесены на обсуждение на этом совещании. Поэтому будем надеяться, что они получат положительное решение. У меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, я в основном уложился в отведенное время. Александр, спасибо, у меня все. Да, спасибо, Юрий Иванович. Все было слышно, видно, понятно. И хочу сказать, что нам поступило несколько вопросов, и предлагаю сейчас их зачитать, и вы ответите. Хорошо? Да, пожалуйста. Значит, кто еще не написал вопросы, используйте это время для того, чтобы задать Юрию Ивановичу. Я сейчас озвучу несколько вопросов. Несколько касаются импорта. Например, у вас было показано, сколько предприятий уже подключились к этой программе по импорту. Вопрос по Китаю. По экспорту. По экспорту, да. Сколько компаний уже получили разрешение на ввоз продукции в Китай? Ну, по последним данным, это 9 компаний. Но в активном режиме экспорта находится примерно половина из них. То есть 4 или 5 компаний, потому что некоторые получили буквально на прошлой неделе. Понятно. Извините, мы говорим сейчас о Вьетнаме, не Китай. Вопрос был про Китай. Нет, на Китай сегодня для нас экспорт закрыт, поскольку Китай по-прежнему не признает нашу регионализацию по африканской чуме свиней. Понятно. Поэтому я так особо подчеркивал о том, что Гонконг выдал разрешение, Вьетнам, несмотря на то, что у нас есть африканская чума свиней, то есть они были с инспекцией, они признают всю ту огромную работу, которую за последние годы проделало и государство, и бизнес. Я назову главные из них. Это введение на территории страны регионализации по африканской чуме свиней, основанной на принципах Международного эпизодического бюро. То есть все это автоматически. Любой случай тут же фиксируется, автоматически поступает МЭП, и определенный регион выключается из возможности, допустим, для этого. Это та система компартментализации, которая введена на наших предприятиях, то есть вот эти 3-4 уровни. Мы одни из немногих стран, которые это сделали, и многие у нас этому учатся, в том числе, кстати, и Китая. Это система международной ветеринарной, не международная, а электронной ветеринарной сертификации, которая тоже проведена. То есть набор вот этих вот факторов, он говорит о том, что и государство, и бизнес проделали огромную работу, и именно в этом есть основания для того, чтобы начать экспорт, если коротко. Да, хорошо. Ну тут продолжение вопрос. Какие основные ограничения существуют для импорта в Китай? Вы уже сказали регионализация, АЧС. 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 Наличие у нас вируса АЧС в стране и пока еще не признание нашей регионализации. Хотя за прошлый год, безусловно, позиция Китая достаточно сдвинулась. Они, в общем-то, даже сказали, что в принципе они готовы рассматривать вопрос о экспорте продукции из России, из региона свободных от АЧС. Поэтому необходимо продолжение вот этого. К сожалению, вот этот ковид наложил свой фактор с точки зрения, ну чисто такой коммуникационной, логистической, прекратились визиты. Поэтому сейчас необходим новый импульс. Китай уже немножко справился с этой проблемой. Я надеюсь, что мы тоже выходим из этой ситуации. Поэтому очень-очень надеемся на активизацию. Да, хорошо, спасибо. А вот такой вопрос. В США проблемы на данном этапе, даже на внутреннем рынке. Есть ли шанс у наших производителей сейчас занять их нишу? Слушайте, ну это несопоставимые вещи. Занять их нишу. Мы, во-первых, несопоставимы с точки зрения экспорта. Те объемы, которые мы экспортируем, и те, которые Китай, речь не об этом. Я думаю, что наш шанс не в том, чтобы занять место Соединенных Штатов. Тем более, что это у них достаточно кратковременный сбой был. И с закрытием некоторых убойных заводов, даже переводом их в режим военного времени, когда запретили их закрывать. Я думаю, что с этими проблемами Соединенные Штаты уже справились. И не думаю, что это такая долгосрочная стратегия. Поэтому говорить о том, что они однозначно уйдут с рынка, экспортного рынка, или снизят объемы, я не думаю. Наш шанс в другом. Не занять чье-то место. Как я говорил, что сегодня кратно увеличил объемы импорта Китай, кратно в три раза увеличивает объемы импорта свинины Вьетнам, ну а, соответственно, и Гонконг. Поэтому наша задача и наша возможность вот на этом месте использовать эту возможность и занять свое место на этом рынке, чтобы потом с ним, в общем, удерживать эту позицию, а не за счет чьих-то проблем. Потому что я скептически отношусь к таким вот, это журналистские больше домыслы. Понятно. Вот если вернуться к предыдущему вопросу, можете ли вы назвать предприятия, которые уже поставляют в Гонконг и Вьетнам? Ну, если это возможно. Если нет, то нет. Ну, я еще раз говорю, я сейчас не хочу делать ни реклам, ни антиреклам. Я еще, это, я даже не могу сейчас все вспомнить из десяти. Безусловно, это наши компании из топ-10, но это не только компании из топ-10. Есть компании, которые производят порядка 15-20 тысяч тонн, но уже получили как бы право. И те, кто еще тоже претендует, они тоже, еще раз говорю, в общей сложности мы оцениваем, что около 20 компаний сегодня готовы, прежде всего по состоянию своих убойных предприятий, по состоянию вертикальной интеграции, по состоянию выдержать все те требования, которые предъявляет как Россельхознадзор с одной стороны, так и не менее серьезное требование предъявляет ветеринарная служба Вьетнама. То есть здесь идет такое коммуникационное. Поэтому я не хочу называть отдельные компании, я еще раз называю общее количество компаний. Да, хорошо. Спасибо. Я думаю, этот ответ тоже будет полезен. Причем эта ситуация меняется буквально каждый день. То есть я знаю, что на прошлой неделе еще четыре компании, вот из этих, ну после вот этих девяти или десяти, которые уже получили, еще четыре компании прошли, финализировали все необходимые требования, которые предъявил Россельхознадзор и отправил их на согласование в Вьетнам. Ждем ответа от Вьетнама. Поэтому очень надеемся, что количество их будет увеличиваться. Хорошо, спасибо. Есть у нас вопросы и про внутренние производственные проблемы, скажем так. Вот вы говорите снижение затрат. Цена на мясо низкая, зерно и корма дорожают. Качественные препараты привязаны к валюте. Топливо, газ, энергоресурсы дорожают. За счет чего вы порекомендуете снизить затраты? Люди, вопросительный знак. Слушайте, я прагматик. Если бы я знал все ответы на все вопросы, то, наверное, я шучу, конечно. Здесь нет простого ответа. Я его уже, в общем-то, упомянул. Если раньше заменили, не знаю, генетику, заменили систему кормления, сделали модернизацию, санацию. Там, допустим, у нас есть примеры, когда мы говорим, я сегодня не стал это приводить, допустим, такие интегральные показатели по эффективности или продуктивности. Допустим, выход на одну свиномату, выход в живом весе мяса с одной свиноматой. Да, конечно, у нас были предприятия, которые там полторы-две тонны в живом весе сделали модернизацию и стали производить 3,5 тонны. Это очень простой и понятный путь, сделай инвестицию и все. Но как с 3,5 подняться до 3,600, до 3,700, вот здесь нет однозначно. Здесь каждый, это и есть конкурентоспособность. Сегодня, разговаривая с одними собственниками в текущей ситуации, спрашиваешь, как дела, он говорит, что мы почти банкроты. С другим спрашиваешь, он говорит, ну стало хуже, ну терпимо. С третьим говорит, у нас все хорошо, ждем, когда остальные помрут. Это я так утрирую, поэтому ситуация очень разная у всех, но нужно заниматься вот в каждом сегменте, нужно искать каждый кирпичик отдельного вклада в общее снижение эффективности. Я могу привести пример, я, допустим, в декабре был в одной компании, опять не буду их называть, которая два года назад имела производственную себестоимость 80 рублей с килограмм, два года назад. За два года они провели, за 18-19 год, они провели огромную работу, просто вот огромную работу по всем направлениям. Корма, генетика, ветеринария, технические усовершенствования, они снизили себестоимость с 80 до 60 рублей, даже 59 рублей за килограмм. Я видел это своими глазами, видел отчеты, это никакие. Это по результатам 19-го года. Сейчас ситуация там усложняется. Но это их конкурентное преимущество. Другие этого не смогли сделать. Поэтому, если еще раз говорю, вот для того и нужно участие в таких конференциях. Сейчас идут в онлайн-режиме конференции, которые проводят генетические компании, компании, которые занимаются производством кормов, предстартеров и так далее, и так далее. Нужно искать пути. Универсального ответа на этот вопрос нет. Спасибо, Юрий Иванович. Ну и в дополнение я выражу надежду такую, что и наша конференция сегодняшняя, она поможет, наверное, с точки зрения ветеринарии. Улучшение статуса здоровья тоже повлияет на снижение затрат. Будем надеяться. Я еще раз обращаюсь ко всем. Хотел бы сказать, что я старался быть предельно конкретным, предельно, ну скажем так, бизнес-циничным, потому что тут не до разговоров о каких-то иллюзиях, не до разговоров о каких-то мечтах или еще что-то. Но это не значит, мы просто перешли в новую реальность, о которой я давно предупреждал. Это не значит, что в этой реальности нельзя жить, это не значит, что в этой реальности нельзя не добиваться успеха. Поэтому я думаю, что мы действительно перешли в новое состояние. И я желаю всем успехов. Мы будем со своей стороны оказывать максимальную поддержку тем, кто готов и может работать эффективно, продуктивно и последовательно. Спасибо, всего доброго.